Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ты думал, ты уехал, что ли? Не получится. Ну, это так и есть худенький. Может, чуть потяжелел? Нет? Мне кажется, не потяжелел. Попочка потяжелела. Попочка немножечко. Там знаешь, сколько укроп? Укропа сколько? А педрушки я тебе насушила. Педрушки я насушила. Она уже вяжку подержала, теперь трыху взяла. Как я по своим скучаю, Лена? Она так любила своего свинку. Он до сих пор снится. Вот мы с папой садимся, папа говорит, сколько укропа, сколько всего. Это дуванчика для него. Там все его кормили. У меня все соседи спрашивают, у меня в гостиницах спрашивают, а где? Ее все помнят, что она за свиньей ездила. Мне никто не верит, что я еду сейчас одна. Меня все спрашивают в гостиницах, а где собака? Почему вы одни поднялись в тыково? Ой, какой он хорошо себя чувствует, а? Мама с ними дружит, мама за ними наблюдает, как он лапками. Он мне тонус дает. Да, тонус дает. Я не представляю. Ну вот как может быть, чтобы у свинки был рак? Они все болеют, Лен, они все болеют. Я не ожидала, что у Томаса, я думала всякое обои. И там так все быстро у него. Ну как оно хорошо. Я не ожидала, что он так быстро, что и онкология его не будет. А ты звонишь, плачешь. Я думала, собака. Ну, думаю, собачка старенькая-то. А ты что у вас? Я прям даже не ожидала. Я не ожидала. Я, знаешь, как вы прощались с ним. Я говорю, как он с нами прощался, Лена, это вообще было после нее. Когда он меня за ладошку вот, ну вот, покусывал. А потом, когда прижался с щекой, вот так вот прижался. И вот так вот слезы вот так вот слизывает, слизывает. Врач говорит, я не могу. Даже врач вышла, пошла курить. Руки трясутся. Она говорит, еще никто, говорит, вот так вот не прощался, как вы. Она говорит, ну надо отпустить, надо. У него, говорит, сразу метастазы проросли в органы. Я не могу. Я его не представляю. Вот сейчас выхожу, он бы со мной гулял. Потому что он у меня никуда не убегал. Вообще никуда. Вот я клубнику собираю, он рядом сидит. Вот просто рядом сидел. Я не знаю. Ну он говорит, да, он свое-свое, прям и спал у них на руках. Это у меня в клетке. Это как Адуся. Ну. И шиншила у них такая же ручная. И по ним прыгает, и чуть ли не целуются. Я не представляю. Вот ты знаешь, когда уходят, вот вначале... Ну и тё, и мама с ним тё. Вначале мама ушла, потом Томас ушел. Я говорю, ну это вообще, вот ты знаешь, вот как-то вот приезжаешь в дом, и все, и слезы накатывают, и сидишь, ревешь. Ты не ожидал. Да, Лена взяла его, схватила такая. Скажи, я не ожидал, что ты тут приехала с Мурманска. А я ему сказала, я говорю, я за тобой приеду. Она когда в гости ко мне приезжает, она всегда тому поднимет, с этим поговорит, с чёрным. Ты смотри, я тебе в отпуск возьму с собой. Я говорю, я за тобой приехала. Ты не ожидал меня увидеть? Я припёрлась. Скажи, меня не стали, я припёрлась. Путин предложение внёс на переговоры. На переговоры? И чё? Ну, а чё это? Ждём ответа. А, короче... Ответ от кого? От украинской власти, получи. Короче, он предложил начать переговоры, да? Ты правильно всё понял? Вот у Коли надо услышать... А, мы уже лицерных приготовили. Сделали, да? Нормально прожарилась, ну ты, соус сочная, невкусно, да? А пахнет... Пахнет вкусно? Да, обманщик. Он никогда не скажет, что вкусно. Вот ты приготовишь, он через сто раз поблагодарит, скажет, Леночка, как вкусно. У Нели мы были в гостях. У Нелечка, как вкусно, спасибо. Я приготовлю, не, невкусно, а сам только закидывает. Клаве отвезём, потом в Вилешей. Ну, слушай, сейчас мы переоденемся, поедем съездим. Вы сейчас уезжаете? Мы съездим на лук, проверим грибы. Потом вернёмся, возьмём тут гостинчики, съездим к Клаве, к Вите, отвезём гостинчики. А чё, где можно поесть, я чё-то есть захотела? Так, каша, картошка, мясо, суп. Потом Серафим и танцы. А, танцы. Да, вот такие же танцы. Повынные же лудокые. Пахнет сиренью. Даже сиренью пахнет? Да. Ничего себе. Короче, Гопстоп-компания за грибами собралась, на разведку. Сейчас поедем на лук. Сзади, сходись со мной вместе. Нам 300 километров, 400 километров, чё это для нас? Да, это не круг. Мы и за 400 друг друга найдём. Лена, они такие. Да. Я за любой кипиш. Молика не вызывали, он сено возит. Это сосед он. Да он сам возил у кого-то. Меня можно не приглашать, я и сама притос. У тебя всё фиолетово, ой, тихо, господи. Ой, как красиво. Да, я так люблю сиреневый цвет. Слушай, они такие цвет нежные-нежные, нежно-сиреневые. Да, у меня такие же брыбки к нему. Я люблю вот это. Это всё наше вот. Рассказовское, да? Приехали на лук, гляньте тут чё. Тут скосили весь лук. Мы приехали смотреть грибы. А Коля говорит, наверное, и грибы скосили. Я говорю, Коль, наоборот. В этом скошенном... Наоборот видно, да. В этом скошенном лугу. Видно грибы. Но чё-то, кажется, их ещё опять же и нету. Такой запах классный тут. Просто обалденно. У меня должно быть всё с собой. Я на мясо рассчитываю говядинки у вас тут. Вот съездим, да, на рынок посмотрим. Грибы ещё рано, значит. Ещё начало рано. Ну, заморозить в аккумуляторах хоть немножко. Всё поморозь, что сделаем? Немножко там подвинуть в морозилке. Вот он прыгает. Вот он прыгает. Ты что такое? Оно. А, он же и есть, наверное. Соранее вот это... О, ты какой прыгучий! Ты поразительный. Ты какой прыгучий! Ты такой, ты такой, ты сякой. Я её Жужей назвала. Короче, у нас теперь имеется личная Жужа. Жужа, это освежитель воздуха. Я такой не видела. Ароматизатор гелевый для машины. Потом мы прицепим на стекло. А сейчас мы едем к Вите и Клаве. В гости. Я с пирожками. С пирожками. Красная шапочка с тамбова приехала. С пирожками. Да, свежих пирожками нажарили. Немножко гостинчики сложила. И люди, мы с собаками. Мама такая... Я говорю, мам, мы и поехали. Я говорю, это я с собаками, это вот, ну, друзьям. Мама такая, да, друзей тоже надо подкорбить. Собаки на первом месте. Так, Коля, положи пока на седлушку. Потом мы прицепим это освежитель. Это все она видела, теперь своими глазами посмотрит. Я же могу на месте сидеть. У меня есть такая возможность. Да. Это вот кошки. Один маленький котенок родился. Но они его прячут. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите сюда. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Клава, Лена. Да, Лена, Клава. Я тоже хотела, будь лаком. А, да худенький я. Я думала, там бабнище. Бабнище. Маленькая. Где Витя? Маленькая. Леночка с подарками к вам. О, да и что подарки? Ну, я так не могу. Это вам носочки. С Витей. С Витей. Витя, с волком. Петровна, Витя где? Да он лежит с Питей. Ой, спасибо. Смотри, Витя с волком, а тебе без волка. Понятно. Это наш тамбовский ветер. Да господи, да верно. Ты зачем потратилась? И конфетки наши тамбовские. Ой, да господи. Спасибо. Это что наша тамбовская? Местная. Беляшей мы напекли. Вы? Да. Еще теплая. Еще теплая. Я говорю, красная шапочка с пирожками пришла. И с собакам там целый мешок еще. Спасибо. Ну, пошли туда. Пошли к Витяке. Ты спишь? Да, ну. Познакомься с моей подружкой. Лена зовут. Подарки тебе принесла. Ой. Я пришла пирожки принесла. Пирожки принесла. Посмотри, какие она тебе носки подарок привезла. С волком. Для охотника. Спасибо. Разбудили? Сколько мы тебя взвесили? 47. 40? Какой? 41, по-моему, нет? 47. 47, да. А мама вообще 38. Ну, представляешь? У меня сын 22 года весит 44 700. А он что, болеет что ли? Нет, сам по себе такой. У меня муж 50 килограмм весит. У них вся семья вот такая вот. Маленький. Отпеку постоянно. Тебе что, операция, Лен? Желудок. Желудок. Да и гость. Гастрит, 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 гастрит. Пролечила. Скажите, это кишку глотаю. Да я туда сяду. Это, кишку глотаю, хожу постоянно. Ну, вот эту кишку. Один раз пришла, а там другая врачиха. Я говорю, о, ну с нее толку не будет. Думаю, сейчас это, кишку это засуни. Попробуй ей тепло еще. Думаю, дарочки, я дожду, а не техвален, ты это делала. Глента. Я нахренать, я не умею. Вот это она не умеет. Это лякоккейки. Это белеша, наверное. Да. И все, она посмотрела, сказала, берем биопсию. Я думала, сейчас посуду. Я пошла. А она говорит, берем биопсию. Я приготовила пропилку. Она взяла один кусок, потом сказала, медсестра говорит, хватит. А так же, не хватит, взяла критик, кстати, шлеер. Лена, включи этот свет. И все, нет, все, плохое. Они подтвердили, что прибрак. Да, и сказали, надо быстрее, потому что у мамы рак желудка. И папа раковый. И сказали, надо быстрее. Я приготовила рыбу, пожарила я сейчас рыбу горячую. Смерила опять давление. Давление 140, а второе, 102 и пульс. Замахал у везде, и не имеет пульс. И второе, это дисталлорическое давление. И квас какой получится. Голова кружит. Ну, я привыкла вот таким, вот такой большой. Ну, ты раздавай теперь всем, соседям. Грен, у вас есть полированная кастрюля? Полированная. Не полированная, полированная. Какая, какая? Я полгня смеяла. Полированная кастрюля. А вы только выкинули большие два бака в тамборе недавно. Ну, кто бы сдал, да? Они никому не нужны были. Раньше тоже что-то в них делали. Полированная. Да и раньше и салили даже вот в таких кастрюлях. А сейчас нет, у нас прохудились, паросятка задержали. И мы их там кашей наводили. Ну, мы раздушим бруллером держала, сейчас ничего не заставили. Ну, и чем тебе вот угощать там? Ничем, а надо, я чувствую, через мельничку, все сбитое. Я ее накормила. Так я ее накормила, она еще сама целым чемоданом. И пирожки, и тортики, и пирожинки, и зефири. Все, все, все целое это принесла. Укропа, у меня сукропа нету. Два таких пучары. Вот так, отец ее косой скосил. Да, у соседки там в том году, она бедная наторвалась, а в этом году ни одного. Так вот и у меня тут же... И у меня в саду, то есть она в саду посрежу зеленый, покрошу и в холодильник. А сейчас нет. Ну, да на призовлю будет морозить, тогда мы завтра всыпаем. Я купала, пихай, мне не поднять, пап. Ты бежишь? Ты зол, да. И ты сама, Лена, на машине. Сама. Сознучай, молодец, не ходи, ничего себе. А чай, кофе не больше? Кофей. Кофей, давай чай не поставь. Кофей, давай чай. Сама, Слорманска, сама. Ты бедна. Ты бедна. Кофей, ты же бедна. На вашем путихе заезжай. Ну, хорошо, я печь не могу. Ну, ты стои, гляньте. Слушай, ты в магазине. Печь не могу. Вот помнишь, Таня приезжала, подружка? Ну, я не знаю. На муке. Она, естественно, сделала. Скажем, никакого я не могу. Да. Кто встала? Молодец. Она меня обеспечила. Мяненький. Вот, а там у меня три таких пакеты, три на варенье. А я устала, когда их пекла. Так я, врача, ты часто пекла. А потом ты сказала, что не буду, соблазняет это все. Ну, раз и печело, надо есть. Я толстые, Глена, от них. Я ем любую, чтобы горячее, чтобы горячее. Муж говорит, забивай платку, поедешь по платной Тераси, тебе хорошо и ехать. Я говорю, хорошо. Он звонит, ты где? Я говорю, Саша, я не знаю, где. Он говорит, в смысле? Я говорю, тут указателей нет. Говорю, они вообще ничего нет. Я говорю, одни поля кругом. А он мне так сказал, ну, правильно, там, где волки срать не садят, в Томаиле-то заехала. А он говорит, ты хоть выйдешь отсюда. Я говорю, что я не знаю. А я говорю, я не знаю, куда я еду. Говорю, ну, куда-то у меня навигатор будет. Лена, а в Тампове кто у тебя родитель-то? Ну, папа же. Папа, она и мамина сестра. А, они вдвоем живут, да? Нет, она отдельно с мамина сестра, а папа один минуту. 63 лет. Одна, одномученоватая, а старая, немолодая, еще. Ну, это 76, 76 будет. Давтра мы хотим поехать на рынок, побродить, походить, глаза попродавать. Мы с Кубинкой тоже возьмем. Я сварила это, пятиминутка. Три баночки такие, одно, общество маленькое. А вы видели новые столовые? Нет, на самом деле. Нет. Антон Владницкий, подробнее о самом важном. Сейчас, я сейчас знаю, что вы с руками с руками с руками 10 рублей. В таком составе они вообще проходят... А, 5 рублей. А он не похожий в зеленый, как на 1000. Я их оставил, думаю... Как я в Воронеже трусы сетю покупала. Ну, я открыл, почему? Она сетю, она как тысячи. Достала, достала вместо 200 рублей, 200 тысяч. Причем речи отдала это санкарейскому торговлю. Отдала и пошла она. Женщина, женщина, кричите, а я иду, давай. Хорошо позвала. Да, и говорит, вы... Я говорю, что вы хотели? Я говорю, забилить ли его. А сдачу я, говорят, что я дала 10 лет, 2 сельщики дали. Вот, вот, и... И вот такая, прихожу тогда домой и думаю... А люди есть наглые, они там и все расскажут. Спасибо, Лен, за новый день. Мы все в коллекции. Просто. Мне там дети в тюрьке держат. Я один раз иду к селёжке, доходить до полдороги. Бля, ну, ох, ты носишь. Нет, бля, сего втопленные только потерял. Раз, одну, пять тысяч, вторую, пять тысяч. Это же самое, Серёж. Нет, его пьяный кто-то с такими пьянками. Да тут и пять копеек хер найдешь, а то похитили. Он говорит, мам, дай это подделка. Ага, подделки. А ты покажись, покажись, котёныш. Вот так вот, красивый. Хорошенький котёныш. Вот по мордочке, как мальчик, да? Ага. Вот такие узкие, красивые. Полосочки. А, он кот породит. Породистый, хардый. Если эти сиамские, так всё равно какая-то кровь есть. Десять долларов, ведь. Ой. Эти сиамские, вот эти вот девки-то. Ну, не то, чтобы совсем сиамские. О, наверное, Серёгу повезли. Так, а кому скорую-то вызвали? Ой-ой, у Талии муж болеет. А-а-а. С бочками. Ой. Ну, так мы, Лен, вот тут и так и живём. А у нас в этом году ничего нету. Мамы нету. Ничего нету. Никто ничего не сломал. Светок тут плохо. Ну, и всё равно, Клав, и ни травинки, ни былинки. Цветы растут. На огороде у них там тоже всё. И хрен. Самый главный хрен, да? Хрен это вырзан. Я только хотела угостить хреном. Ну, и не угостила, Лен. А? Не угостила, не успела. Мы смеялись, когда Сашка приезжал. Хрен, хрен, да? Что за хрен это? Так смеялись. Меня говорят, ты хрен любишь. Моя глаза на меня вытескала. Хрен, говорит, любишь. Загляни, через, там, этот, мелкий. Да, открывай, открывай, Лен. А, там уточек догоняет. Загляни, маленький пёс там, сюда, вот он, вот. Так там уточек. Вон, Клавен, не выйдут они. Вот, Клавен. А эти вот... Грен, малыш. Ты посмотри, не лаят. Грен, малыш. Хотела тебе признать. Грен, малыш. Леночка, не подходи, он кусучий. Грен, малыш. Лен, 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 не, 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 не. Она не под... Не ухаживает. Они на Клаву-то гавкают. Ну, все, поехали. Мы сейчас яйца заберем только. Мы с рынка заедем. До свидания. До свидания. До завтра. Ты готова? Ты чистая? Да. Так классно, Лена. Ну, хорошо. Вообще, после бани. А пока ты была в бане, приходила соседка. А, вот она. Молочко нам принесла. Ай да, ай да. Муматяне, у нас Муматяне в гостях, да. Кушатель здоровья. Да, пасибочки. А, это еще без сыр вкусный. Да, творог, да, творог домашний. Ой, красота. Да, да, какая. Ага. Так, Ванночка, есть, а крышка новая у меня. Хорошо. Ага, спасибо. Спасибо за доставку. Спасибо, Влад. Ну, вы же, что, Лен, потом это связывайте. А мы говорили, я с Оленей номера ничего не знаю. Ну, запиши. Сейчас запишу. Маски пожарные. А если что, творог можно будет заказать? Можно заказать. Ну-ка, я ушла, картошечку есть? Да, да, Леночка. На воскресенье, если что, можно. Хорошо, хорошо. У меня килограмма бы два, если можно. Дадите? Попробуем. Дадите, я на Мурманск заберу, заморожу. Ну, все хорошо, на волосе? Да. Я еще и турога выпросила. Ну, так вот, а, теперь я несу? Да. Я возьму заморожен, на Мурманск. Так вот, я у нее беру тоже, а потом привожу. Ну, у нее такой вкусный. Как щекнуть просто сейчас. Так же, интересно. Два килограмма, мне сказала, вот так. Я по полкилога, вас посолили. Ммм. Свою беру комбит. Смотри, он даже не соленый никакой. Не кислый. Ммм. Она не два килограмма, а я как раз домой. Хороший комбит. А, вкусно. Я не ходила еще. Чего? Мыться. Ну, а чего? Сейчас пойду. Вот, если я тут творог покупаю, то молоко. А я думала, Оля. Я думала, Ольга, да. Я думала, Ольга стучит. Звонит в этот. Я думала, Ольга пришла. Запури. Я думала, сейчас я так запури. Ну, оильем будет. of Famous. Субтитры подогнал, Оля Шор.